Современная армия Химией, кибернетикой Вот разошелся, Илья Константинович Химия Вот скажи, зачем химия моряку, например? Ну, это не скажи Я вот, давеча из Северморска вернулся Так там меня таким домашним коньячком угощали И представь себя, готовят прямо в реактор Полное запустение На грани фантастики Каждый день Появляются все новые С одной стороны, да, конечно Но я считаю, решение принято правильно Разрезать два этих Ракетоносца на металл А то что получается? Тысячи людей сидели, как привязанные возле них И ждали, неизвестно чего Ну и куда они теперь все В охрану В условиях повсеместной глобализации От каждого из вас требуется неукоснительное Правильное и глубокое осознание процессов Барана купили Купцы первоигиль В мире И доведение их До полного смысла До полного смысла Скорую Что случилось? Спокойно Скорая Скорую быстро Быстро скорую Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте Здрасте Здрасте Кто-то смотрю По выправке военный человек Анатолий Анатольевич А что это вы такой довольный сегодня? А что это я довольный? А ты что не видишь? Сэр Дынько Что дяде Толе передали? А? Ой Это ж спасение От Москвы От жары От пробок И всеобщего нервяка Большого города Анатолий Анатольевич Не бережете вы себя? Наоборот берегу Как только вот Почувствуешь Что что-то с сердцем не то Или на душе Кошки скребут Ты, дядя Толе В ординаторскую Я тебе дам этого Большого человека Я ж зайду Да Слушаю Да Э, э, не Давай перенесем Переиграем все это Ты, хрень какая-то Штормит так что Да ears Рожей iat Хорошая Вгороду Еще Ну перестань Да ты, слушай, у меня там кровь и вообще хреновина какая-то, ты мне тут… Черт, опять… Опять, нач… Все, не могу я больше! Черт! Добрый день, Полина Юрьевна. Позвольте? Нет. Спасибо за приглашение. Хотел поинтересоваться, что интересного, нового, не побоюсь этого слова, гуманистического происходит в нашей клинике? В моей клинике. Простите, с утра туплю, видите ли? Конечно, в вашей, Полина Юрьевна. Мало того, что вы свалились на меня из вашего гайсина. Бобринца, простите. Бобринца. Мало того, что вы вытребовали себе трех врачей в отделении, в котором нет пациентов, так вы еще собираетесь употреблять на рабочем месте. Забыл вам сказать, чего же я пришел. Чистейший самогон из Полтавы, 65 градусов. Как детская слеза, Полина Юрьевна. Это лучшее лекарство от стресса. Может быть, литровую баночку все-таки. Слушайте, о том, что вам привезли, я знала еще вчера. И не одну банку, а три. Так вот, я позабочусь о том, чтобы все случаи вашего пьянства на работе были зафиксированы. Хорошая вы женщина, Полина Юрьевна. Душевная и совсем не такая внутри, как кажетесь внешне. Вот клянусь вам, был бы я помоложе, взял бы вас в охапку, как Бэтмен. И в небо романтическое свидание. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 «Джен count» «Лена» 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 «Тааак, и где ты уехала ты, Лена?» Впрочем, как и тебе с ней, барана купили, купцы первые гильдии, а муж себе это умазалить, а? Кто там? Антоний Анатольевич, как бы нам психиатра пригласить? На белый танец. Маша, у нас здесь нет психиатрических больных. У нас здесь уважаемые люди с хорошо оплачиваемыми запросами. И с очень странными диагнозами. Вот-вот. Кстати, Антоний Анатольевич, мне Таня из наркологии сказала, что от них в пластику собираются одного клиента перевезти. Так ему, представьте, мерещатся призраки, и еще он думает, что у него растут уши. Призраки, друзья мои, дело тонкое. Тут особый подход нужен. А где вы находитесь, знаете? Нет. В палате вы находитесь, пойдете на органы. Скоро их у вас заберут. Так что советую выспаться. Кому мне нужно? Я их давно пропел. Ну что, товарищ генерал, не передумали насчет ушей? Категорически. Слышите? Категорически настаиваю на переводе меня. Хирургическое отделение. Это как вам будет угодно. А как ваше видение? Не беспокоили? Не надо иронизировать, доктор. Я не сумасшедший, никаких галлюцинаций у меня нет. Если вы... Некомпетентно. Это еще не повод, чтобы... А я не сказал галлюцинации. Вы ни черта не смыслите в редких заболеваниях, ясно? Я сказал, Евгения. Все будет хорошо, товарищ генерал. Нет такой заморской болезни, которую мы не сумели бы расшифровать. Давайте посмотрим фактум лицо. 9 мая был госпитализирован в больницу скорой помощи. Потерял сознание на торжественном собрании в воинской части. Диагноз перепой. Вранье, слышите? Да, было очень жарко. Я выпил кровь. Кружку пива, не больше. У вас анализы на алкоголь зашкали, милейший. Я был с инспекцией на Северном флоте. Мы действительно там много пили. Но я вернулся 4 мая. И до 9 числа, до самого праздника, я пил. Рюмку в день. А 14 мая он был найден соседями в состоянии алкогольной комы в собственном подъезде. В обосранных, пардон, генеральских штанах. Потому что мне было очень бывально, слышите? Сейчас не больно? Больно. У вас редкое заморское заболевание. Алкоголизм. Лечить с боем? У вас? Нет. На нет и сюда нет. Готовьте перевод. Алкоголь я свое дело сделала. Пусть фишман поучаствует, чтобы жизнь медом не казалась. Богдан Олегович, Богдан Олегович. Вы знаете, он не признался. Он иногда ширяется теопентальчиком. Теопентальчиком? Да. Внезапные остановки сердца не боишься? Тебе уж третий десяток. Пора определить, что тебе нужно. Героин или амфетамилия? Слушаю. Ну что, Анатолий Анатольевич, много продали. Боятся. Все боятся кровавой пятки главврача. Развлекайтесь. Да нет. Стукача выявляют. Сдал меня кто-то Марго Полине. Вот так. Че там наш пассажир с ушами? Да полоноженка его отверг. Можем забрать. Берем? Нет. Пусть еще помучается. Пусть походит по всем кругам ада нашей прекрасной больницы. А потом за дело возьмется супер кенгуру. Это кто же? Это я, дядя Толя Савчук. Ну хорошо. Приятного аппетита, Анатолий Анатольевич. Спасибо, золотая моя. И тебе приятного. Самогон недорого. Кто покупает 300 грамм, тому 200 грамм сала бесплатно. Я его не взял, потому что не профи. Посмотрите, лимфопения, соя, ну да, малокровие, но это все сердце приличное. Надо бы, конечно, сделать УЗИ, да у меня аппарат накрылся, да он и сам отказывается. Понял. Нужен другой специалист, конечно. Наркология тут ни при чем, а диалогия тоже. Так, а мне что с ним делать? Реально отрезать ему уши? Вы ко мне. Подождите минутку, еще два слова. Ну все эти уши, призраки. Есть предложение сбросить это все Савчуку, пусть разберется и с тем, и с этим. Формула крови, а кровь стулья. А об этом он у вас совершенно не обязательно. Ну тогда и посмотрим, как проявится его всемогущий талант. Привет, коллеги. Угостите даму сигареткой. Так что, резать уши? Резать уши, резать, Валек. Мне, когда трудно было, я там устроился охранником в супермаркет. Так меня уволили. За жестокость. Вы не волнуйтесь, доктор только посмотрит. Так, 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 давайте. Здесь будет проводиться экспертиза. Извините, не понял. Это пластическая хирургия. Вы же, я правильно понимаю. Хотите косметическую операцию на ушах. Они у вас выросли. Слушайте, доктор, мне не нужна никакая операция. Тем более, как вы говорите, косметическая. Мне нужна экспертная оценка. Будут они у меня подочтились или нет? Садитесь. Обожаю людей с юмором. Скоро увидимся. Всего хорошего. Прошу. Да, так я вашу историю болезни посмотрел. О, Анатолич, привет. Да, здорово. Ждите меня там, в коридоре. Я к тебе на минутку. Что-то случилось? Да я у тебя пописаю. Да, вот мы, конечно, врачи народ. Туалет будет в метре, а мы все равно к рукомойнику подтянемся. Так потому, что только покойник не сыт в рукомойник. Угу. Маэстро, это вам зятка за пользование служебным кабинетом. Я клубничный не употребляю случай. Бери, бери этот презерватив. Мне он нафиг не нужен. Журак, что ты хочешь? Дуплоноженко с Грицюком собирается передать тебе привет. Так что ты проверь, чтобы все приветы были на месте. Вот так вот. Сердце красавицы и склон в откизнении. Обычная коварда, как и везде. Так, это что такое? А это у нас только здесь есть аппарат УЗИ. Подождите, вы что, с ума сошли? Куда вы меня привезли? Спокойно. Какого черта вообще вы себе позволяете? Давай, нет, спокойно, спокойно. Что такое? Что происходит? Айгуль Тимуровна, здравствуйте. У нас нервничает, товарищ генерал. Можно нам воспользоваться вашим УЗИ? Одна минутка буквально, а мы сразу заберем его к себе. Сейчас, минута. Осмотр под клейте. А, спасибо, профессор. Вот здесь, подождите, пожалуйста. Да, очень быстро. Здравствуйте. Так, ребятки, вперед. Я согласен, случай реальный. В этом я ни одной секунды не сомневаюсь. Ну уж больно неординарный. Вот в моей практике-то впервые. Болезнь Аллаха. Болезнь Аллаха? Ну, вроде как, местное проклятие. Вам ведь, вероятно, известно из моего личного дела, что я в свое время служил в Афгане. Ну да. Так вот, мне довелось услышать легенду. Он своего сослужился. Точнее, нашего военного врача. Интересный был. Интересный был тип. Никогда не поймешь, правду он говорит или шутит. Так вот, легенда. Он утверждал, что все шурави, это местные нас так русских, называли шурави. Шурави, ну да, я в курсе. Рано или поздно погибнут от болезни Аллаха. Странная болезнь. Симптомы у нее довольно интересные. Иногда вдруг начинаешь блевать, извините за подробности. А иногда вдруг начинают уши расти. Пальцы на руках. А самое странное, это когда к тебе приходят друзья. Мертвые, мертвые, встанут у тебя перед глазами, смотрят и молчат. А к вам кто приходил? Не помню. А когда у вас это началось, помните? За пять соток до того, как судак к вам угодил, он тогда впервые пришел. Ну а как, что вот самочувствие какое вот при этом было? Тошнило, голова кружилась. Тошнило, ну вроде как съел чего-то не то, и рвота была. А потом вроде прошло. А рвота? Вот рвота и больше ничего? Скоро ее. Так, проведем маленький тест. Ну-ка, внимательно смотрим. Смотрим внимательно. Влево. Все же ты даст. Вправо. Вот честно, господин, господин. Вот ты хреновина. Маршайте у меня перед глазами. Это ваш личный номер, что ли? Мне своей службы хватает. Еще вы будете меня строить. Товарищ генерал, здесь субординация несколько другая. Мы же не в армии, мы в больнице. Здесь мы слушаем все, что говорит младший по званию. И выполняем его приказание. Для вашей же пользы, для вашего же блага. Не надо так нервничать. Хорошо? Еще раз. Так. Чувствуете легкость в теле? И тепло в ноги пошло. Ну, все, хватит. Хватит, я сказал. Ну, что, ребята. Генерал гипнозу не поддается. Так что, номер не прошел. Наверное, не прошел, потому что он весь проспиртованный. Да. Хотя, вот именно так я и просил белую горячку среди пьяных матросов. Было это, правда, в прошлой жизни, давно, когда дядя Толя плавал по морям и океанам. Ну-ка, обратимся в открытый доступ. Ключевые слова. Афганистан, ядерное оружие, генерал Романов. Ну, и Котовася у нас была с одним больным. А Савчук его забрал. Ну, отлично. Внял, значит. Ну, да. Что-то понимает по медицине-то Савчук. Вот, Романов во всех отделениях права качал, а у него успокоился. Как вы сказали его фамилию? Романов. И зовут его Роман. Я что, собственно, без бумажки запомнил? Роман Романов. Возраст? 52. Да, 52. Он военный? Да. А сколько вы знаете? Значит, у нас Савчука в отделении. Я свободен? Да, да свободен. Антон Юрьевич, нас учили, что если больной видит призраков, то психиатр должен смотреть обязательно. У нас такой случай, что, знаешь, все должны смотреть обязательно. Так, вот она красота. Ой. Только откуда аллопеция, выпадание волос, что его кровит, что его рвет? Он же в наркологию попал сразу, это же не просто так. Допился до призраков, убил иммунитет, раздраконил пищеварительный тракт. Да, в организме алкоголиков может быть все, что угодно. Даже на специфические инфекции организм реагирует выбросом нейтрофилов. Угу. Богдан Олегович человек сложный, но белку-то он погасит на раз. Слушайте, а может, височная опухоль, а? Угу. Я об этом тоже сразу подумал. Надо сделать томографию, и сразу картина будет ясна. Хотя, я больше, чем уверен, там ничего нет. А может, он истерик? Ну, помните, молчана? Маша, молчу, на секундочку, ни разу истериком не оказался. А если он суеверный, мнительный? М? Кто, боевой генерал? Да, а что с того? Генерал. Да, настолько мнительный, что у него формула крови поменялась. Как-то быстро. Что-то там еще. Думаем, думаем, думаем. Да, давайте подумаем. За несколько дней до проявления основных симптомов наш генерал почувствовал себя плохо. Но впоследствии ему полегчало. Вам вот это вот просветление ничего не напоминает? Имеем право этого не знать. В смысле? Ну, с одной стороны. А с другой стороны, не имеем право этого не знать, поскольку работаем в передовом учреждении. Что у тебя в голове, Маша? Ой, что говорит наш младший брат Гуглов? А ничего особенного. Но есть общая биография. Ну-ка-то. Ага. Общевойсковая, Афган, Красная Звезда. Потом командир части в Чите. Повышение в Москву. Специнспекция, Министерство. Да. Не густо. Нуль. У вас хоть что-то есть? У нас все есть. Конкретнее, что надо. СПА-массаж, СПА-капсула, СПА-салон. Да есть, есть все. Еще что? Барокамера. А зачем вам барокамера? Ну, как зачем? Ну, люди ж ходят. Да люди и под себя ходят. Случай у нас был. Сел человек, лег, верни, в барокамеру. Решил прическу поправить. Взял расческу, иска пробежала. Ни человека, ни барокамеры еще полклиники снесло. Наглухо. Дайте глянуть, что там. Ну, вы прописываете, а я как-то... А это, а грязь у вас есть? Ну, лечебная, в смысле. Лечебная. Милый мой, так у вас порог сердца. Мерцательная аритмия в 45 лет. Да вас оперировать надо. Ой, да тут еще варикозная болезнь. Хронический тромбофлебит. Грязи категорически нельзя. И вообще, вся физиотерапия, включая бассейн, вам нельзя. Подождите, так вы что, мне не берете, что ли? Слушайте, я могу взять хоть слона. Но, повторяю, операцию не на сердце, не на простате мы не делаем. Вам вообще нужно стучаться в другие двери, уважаемые. Так, а мне в двери стучать не прикольно. Вот в голову, это другой вариант. С этой стороны решили заехать, да? Из жизни анекдот. Встречаются два товарища. Один второму говорит, вчера был у врача. Представляешь, курить запретил, бухать запретил, на теток смотреть тоже запретил. Тот говорит, да ты что, а как же жить? Он говорит, ну а что, что жить? Достал 300 баксов, дал врачу, он мне все разрешил. You understand me? А, денег-то чего? Ну конечно, и сразу вот дядя Толя пишет направление, вот оно. О, и ручечка наша, так, барокамера, капсула, да? Капсула. Угу. Грязь. Грязи. И побольше. Хорошо. Я тут все написал. Значит, единственное, если проблемы возникнут с процедурами, сразу к старшему специалисту. А кто старший? Полина Юрьевна Сташевская. Генерал Романов, будьте любезны, в какой палате? Романов? Да. Фекунду. Романов. Здравствуйте. Так, в пятой. А вы кто? У меня тут телеграмма пришла. Рома-то на месте? Слушай, мне нужно информацию на диск скинуть. Ну не умею я сам. Да, мне нужны видео сегодняшние из холла. Камера, кавера номер восемь. Да, если есть какой-то криминал. Ну, Савчук. Невролог, конечно, ты никакой. А ключики и сумочки тянем профессионально. Ну что, товарищ генерал, как самочувствие? Средняя паршивость. Ну, у меня для вас две новости. Одна хорошая, одна не очень хорошая. Значит, томография показала, в голове у вас полный ажур. А плохая новость, причину так и не определили. Дело яснее не стало. Понятно. Ну и что? В какого же меня на еще отделения? Патолога анатомическая? Это хорошо, что вы чувство юмора не теряете. Люблю таких людей. Зачем так сразу? Есть еще один способ. Попробуем нетрадиционную медицину. А-а-а. Экстрасенс, что ли? Ну, типа того. Временами бывает прояснение в голове и кое-что вижу. Вы же слышали наверняка, да, о геопатогенных зонах, о фэн-шуе. Слушайте, не морозьте голову. Говорите конкретно, что делать собираетесь. Да хорошо бы вашу квартиру посмотреть. Может быть, как раз там причина кроется. Что за бред такой? Почему бред? Вы же допускаете, что ваша афганская болезнь появилась путем наговора. Допускаете? Стоп, стоп, стоп. Значит так. К себе домой я вас не упущу. Так что думать об этом забудьте. Все, это исключено. А вот супруга ваша, как раз наоборот, совсем не против. А при чем здесь моя супруга, доктор? А вообще, она, я сейчас в отъезде ее нет, как говорится. Да нет, она уже здесь. Мы связались с ней. Как только вы в клинику поступили, она приехала. Она стоит в коридоре возле палаты. Может, мы и пригласим? Что это значит, тупо? Понятно, если не смейте этого делать. Я не хочу ее видеть. Слышите? Хорошо. Не смейте. Хорошо, успокойтесь. Лена! Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Смейте сюда обходи! Сестра! Смейте! Лена? Полина? Значит, я не ошиблась. А ты тут какими судьбами? Ты что, пришла его проведать? Я главврач. Я здесь главврач. Ой, Господи. Ну да, ты же училась на медицинском. Интересно. Ты до сих пор с ним. Ну да. С ним. Ты прости меня за то время. Прости. Я ведь знаю, любил-то он тебя. Я тогда включила все свое обаяние. Ты увела его у меня. Ты замужем? Нет. Было? Нет. Прости. Да ладно. Чего вспоминать? Это вещи для него? Давай я отнесу и скажу, что ты его ждешь. Да что ты? Это мои вещи. Я только что с самолета. Вот. Вот. Вот сволочь. Кто я? Савчук. Доктор Савчук. Так я его видела. Мне показалось, очень интересный мужчина. Обалдеть. Полина? Что ж такое, а? Где это убожество? Мы чучело Пирогова выбросили. Я спрашиваю, где Анатолий Анатольевич? А он домой поехал вздремнуть. Домой вздремнуть? Да. С умирающим больным в палате? Умирающим. Слушайте, я ваше змеиное гнездо разнесу. Змеиное. Игорь, вы хотите на биржу труда? Труда? Нет. Вы потрясающий ученик вашего учителя. Сюзрен моего сюзрена, не мой сюзрен. Что? А? Полина Юрьевна, сложные случаи. Без вас никак. Пожалуйста, прошу вас, помогите. Ну, без вас меня боился. Пожалуйста, Полина Юрьевна, прошу вас. Так, Гриша, я домой, у меня тепловой удар. У вас тепловой удар? Ну, на подходе тепловой удар запиши, пожалуйста. Конечно, я отмечу. Как военный специалист, скажи мне, что такое спецкомиссия Минобороны? Спецкомиссия Минобороны по утилизации боеприпасов. Включая ядерное оружие? Нет, конечно. Там же международный контроль и все такое. Антон, товарищи, к чему вы спрашиваете? Да лежит у меня офицер, бывший артиллерист. У него доза радиации зашкаливает. Вот голову ломаю, где мог набраться? Ну, артиллерист не мог же и служить на старых атомных подлодках. Гриша, ты любишь украинский самогонь? Чистейший, 65 градусов. Такой, что просто оживляет тебе все внутренности. Завтра, брат, трехлитрович тебе принесу. Рад стараться, шеф. Давай, давай. Рад стараться, шеф. Рад стараться, шеф. И не хочу тебя видеть. Ты не хочешь. Не надо представлять. Роль преданной жены. Выйди. Иди. Иди, я в свой. Ну, дайди. Пошлите на здоровье. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, сабатюр, красавец какие. Здравствуйте. 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 Я родственник Елены Николаевны, приехав из Украины. Остинцев привез им. Она мне ключи дала. Я могу в квартиру подняться? К сожалению, нет. Я вас пропустить не могу. А что делать? Ожидайте здесь. Вы до пяти считать умеете? Что, что, что? А я умею. Раз. Два. Пять. Вот так аккуратненько. Когда проснетесь, обязательно нужно будет поесть. Это важно. Украинье. Украинье и печение. Добрый день. Вы сидите, сидите, сидите. Я доктор Анатолий Собчук. А я старший лейтенант Советской Армии. Сергей Бакулин, потом раб. Потом бомж. Чего ты мне это тычешь? У меня у самого такое есть. Вспомнил? Сань. Голуба. Серега. Сань. 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 Мы с тобой. С тобой мы. Мы же в 86-м встретились, когда меня из училища в Афган направили. Прикрывали Кабульский аэродром. Ребята, вот он были отличные. Командир от Бога. Рома Романов Ромыч. Товарищ майор. Старше меня на несколько лет. Уже майор герой. Уже майор герой. Да. Афган был адом. Это для вас ад. Для меня рай. Я солдат, и я был на месте. Еще там была Леночка. Лена. Жена Ромкина. Товарища майора. Первая Леня Кабула. Мы так шутили. Любил я ее. И она отвечала. Мне интересно, насколько это позволяли приличия. Вероятно, мой пыл не укрылся от Ромки. В один прекрасный день я получил обычное задание. Рейд по окрестным горам, зачистка снайперов, выявление тайников. Это как на охоте. Щекочет нервы. Только на этот раз охотились на нас. Афганцы ведь, они не любят долго сидеть и ждать на одном месте. Да и вертолетное патрулирование выявляло такие группы достаточно быстро. А эти, они знали, как мы пойдем. И ждали именно нас. Разведчики мои. Полегли все до одного. Майор наш Ромыч. Духом меня сдал. И разведгруппу не пожалел. Мне просто хотелось сразу ему кадык вырвать. Серега, Баку, ты здесь? Ромыч. Ты всегда был по здоровью, жутко мнительный. Пулем в бою не кланялся, а чуть живота заболит, сразу в медсанчасть мчался. На этом я решил сыграть. Это я тебе. Ненадолго показывался, потом исчезал. Потом стал в дверь звонить, прятаться. Это я к тебе приходил. Сережа, спокойно. Я Толя Савчук. Доктор. Помнишь? Я пришел помочь тебе. А что мне помогать? Я здоровый, как бык. Барана купили. Купцы, первая гиль. Он уже жутко пьяный был, когда я пришел. Узнал меня. Посадил за стол. Вот тут я ему все и выложил. Сказал, что смертельно болен афганской проказа, и что ему теперь после рукопожатия со мной одна дорога. Ох, испугался он жутко. Рвало его прямо здесь. Я, говорит, тебе много горя принес. Принимаю твою болезнь. Давай, говорит, вылечимся. Я тебе новые документы сделаю, дом куплю. К делу пристрою. А пока, говорит, поживи здесь. И ты согласился? Леночку хотел повидать. Лен. Любил я ее. Да. Старая любовь. Сережа, проснулись. Эдук, ты не шути, а то я тебя как овцу зарежу. Хороший ты брат месть придумал, только одного не учел. Чего именно? Народную поговорку помнишь? Кто другому яму копает, тот сам в нее упадет. Объясни. Ой, е-мое, вот за шкал. Ты слышишь, как трещит? Молодцы, моряки, североморцы нашему генералу домашний Чернобыль подарили. Вот так. Собирайся, поехали. Куда? В клинику нашу. Лучевая болезнь у тебя. И у генерала тоже. Давай-давай-давай-давай, смели, смели, не рыбей. Так, мол, Нинусов, ну-ка поехали. В соседнюю палатку на пару дней. Вы не имеете права. Че ты шумишь, генерал? Я буду жарбаться на вас. Сейчас лечения собрал. Сейчас кому-то идти. Ну вот. А говорили, мужик нервный, да покладистый. Здравия желаю, товарищ генерал. Роман Иванович, это входит в процесс лечения. Че так же, так что нашли противодействие? Конечно. Всем нам надо прощения. А вам еще немного времени привыкнуть друг к другу. Не буду вам мешать. Лен, это все-таки мой рабочий кабинет, а не зал ожидания. Значит так, пока мне не скажут, что с моим мужем, я отсюда никуда не уйду. Гутен таг. Елена Света Николаевна. Первое. Вот ваши ключики от квартиры. Я, извините, украл их из вашей сумочки. Полин, это вообще как, понимать, а? А понимать не надо, нужно внимать. Это первое. Второе. Я бы не советовал сегодня возвращаться в вашу квартиру. Там скоро начнет работать дезактиватор. Почему? Потому что в квартире найден источник гамма-излучения. Понимаете? Так, я звоню в милицию. Ой, я бы не торопился это делать на вашем месте, потому что ваш муж станет не только клиентом радиологической клиники, а может быть сядет в тюрьму. Ну, с лишением, естественно, всех генеральских привилегий. Это еще не все. В вашей квартире обнаружен человек, некто Сергей Бакулин. Вам это имя ни о чем не говорит? Нет. И никаких воспоминаний с ним не связано? Никаких. Ну, может, это и к лучшему. Я бы на вашем месте поблагодарил бы Полину Юрьевну, лечащего врача, то бишь меня, Анатолия Анатольевича, оплатил бы немедленно все, что полагается за услуги нашей клиники, и со спокойной душой возвращался бы на Мальдивы. Знаете, я как-нибудь обойдусь без ваших советов. И вы знаете, на Украине есть хорошая традиция, лечащего врача обычно приглашает в какой-нибудь хороший, дорогой ресторан. А здесь, да, Иван Савельевич, как-то не принято, что ли? Ну, знаете. Елена Николаевна, я вас провожу. У меня к вам один вопрос. Полина Юрьевна, можно попросить вас, чтобы вернули в мой кабинет чучело доктора Пирогова? Я, видите ли, без него вообще думать не могу о чем-то светлом. Хорошо. Не хотел говорить при Елене Николаевне, а почему у генерала Романова на столе ваш портрет? Ну, может быть, не ваш, а молодой, симпатичной очень девушке, очень похожей на вас. Потому что лейтенант Романов был моим женихом. О, как? Он жить будет? Жить будет. Там с женилкой беда. Женилка восстановлению не подлежит. Он не очень хороший человек, Полина Юрьевна. Правда, и не очень плохой, как все, наверное. Я знаю. Идите, Савчук. Я вас простила. Я хотел спросить о гипнозе. Это же прекрасный диагностический метод, Антон Анатольевич. Почему же вы сейчас его? А потому что надо пользоваться им умеючи. Гипноз – штука тонкая. Что-то не так пойдет, и этот метод сожрет. Гипнотизера, как дикий зверь дрессировщика, быстро и жестоко. Валерий, Маш. Угу. Рома. Все будет хорошо. Так что, их теперь в тюрьму повезут? Что, дура, Маша, так шутит, что ли? Я и не шутила. Ну, в какую тюрьму? Из-за машины, наверное, подумала. Ну, взяли первую попавшуюся и повезли в радиологическую клинику. Да. Угу. Ну, они же поубивают друг дружку. Анатолий Антонович все рассказал. Они встретились, простили друг друга, поплакали. Ну, знаешь, близкая смерть, она всех примирит. Что с тобой? Да ничего, про деда подумала. Военный он у меня. Извини. А вот что, генералы, действительно были у толщины. Вот так. Тетя Уоля. Все, дяде Толе, пора спать. Спать, спать, спать. Бур. Субтитры создавал DimaTorzok